При спуске в коллектор встретили вот такую вот фауну. Большинство люков здесь не имеют такой же вид. То есть деревянная опалубка и сверху все это залито бетоном с целью, чтобы никто сюда не мог спуститься. Мы сейчас находимся на территории станции. Друзья, хочу порекомендовать вам канал Unknown Rush. Порекомендовать не за деньги, а от души, потому что меня зацепил необычный, порой пропитанный юмором, но тяжелый, а иногда даже страшный взгляд на забытую историю промышленной России. На канале Unknown Rush вы найдете калейдоскоп из мрачных и отчасти психоделических фильмов, сменяющийся сталками на заброшенные заводы и фабрики. А может быть автор решит остаться жить на одном из этих объектов? Ссылка, разумеется, будет в описании к этому видео. Вокруг только черные стены, поглощающие свет, и тишина. Под ногами тихо журчит вода. Но это обманчивое спокойствие. Это одно из самых опасных мест, где мне доводилось побывать. И опасность здесь может возникнуть в любой момент, абсолютно без какого-либо предупреждения. Кроме всего прочего, в дикерских кругах этот коллектор известен на протяжении более пяти лет. Но побывали там всего единицы, тогда как многие пытались найти в него залаз. Нашей команде потребовалось более года, чтобы разгадать тайну этого коллектора. И вот мы спускаемся по крепкой лесенке вниз, во мрак и прохладу этого тоннеля. Там внизу нам предстоит найти ответы на несколько вопросов. Главный из которых – как работает этот коллектор и что же нас ждет в его верховьях. При спуске в коллектор встретили вот такую вот фауну. Милую и, как говорят, безобидную. Правда, она пытается от меня уползать. В итоге я благополучно передал змейку на поверхность, чтобы она не сгинула в водах этого коллектора. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Андреолд и его ведущий «Степл». Я наконец-то добрался до гидротехнического сооружения, которое искал уже более года. Коллектор знал о его существовании, но не мог найти его залаз. Это коллектор, предназначенный для отвода от очистных сооружений. Коллектор некоторым образом уникальный. Он имеет протяженность более 10 километров. И еще одна интересная особенность этого коллектора в том, что здесь три рукава. Два из них действующие, и один рукав был построен изначально, и позднее он был отключен и используется как резервный. А те два, которые действующие, они были построены на несколько десятилетий позже. Когда очистные сооружения развивались, была построена новая очередь очистных сооружений, и отводящий коллектор не стал справляться с тем потоком, который должен был отводиться с очистных сооружений. Вот так здесь выглядят смотровые люки. Две крышки от этих люков валяются на дне коллектора, а сами смотровые люки хорошо забетонированы снаружи. Интересно, что стены здесь были обработаны специальной гидроизоляцией, которая спустя несколько десятилетий благополучно начала связать кусками. А там вдалеке шумит грозный перепад. Сбойка с соседним коллектором, по которому сейчас течет основной поток. Мы продолжаем продвигаться по коллектору. Несмотря на то, что на всем протяжении, что мы удалились от места нашего залаза, он достаточно однообразный, его никак нельзя назвать унылом. Черные стены делают его немного мрачным. И очень красиво в лучах фонарей блестит плесень. Вот эти вот белые отложения на стенах – это плесень. Здесь коллектор поворачивает, а за поворотом нас ждет, скорее всего, свиняние с другим коллектором. Либо небольшой перепад. Интересно, что здесь во всем коллекторе очень ровный чистый пол. И вот шиберная камера. Сами шиберы здесь отсутствуют, поскольку коллектор уже давно не используется. Говоря о затворах в этой камере, я ошибался. Они не были демонтированы. В случае необходимости перекрытия коллектора, их просто привозят к конкретной камере и опускают в нее с помощью автокрана. Это достаточно распространенная практика, применяемая на ряде коллекторов. Мы потихоньку приближаемся к месту, где этот коллектор имеет сбойку с рабочим коллектором. Основной поток течет по рабочему коллектору, который имеет два сдвоенных рукава, таких же по размеру, как тот, в котором мы сейчас передвигаемся. Можете представить, какой томат творится только по шуму. Мы приближались к сбойке коллектора медленно и осторожно. С каждым шагом мощь водной стихии ощущалась все сильнее. И вот там мы можем видеть рабочий коллектор. Там творится реально ад. То есть в таком потоке стоять просто невозможно. Вон он, рабочий коллектор впереди. Он представляет из себя два таких же рукава. Стоять в таком потоке реально сложно. И чтобы пройти этот поворот, нужно рассчитать траекторию потока воды. И можно попробовать туда пройти, но сейчас я рисковать не буду. Вот тут еще стоять можно. Причем, что интересно, по соседнему коллектору сбрасывают только чистую воду. Все лейтенцы чистые. А здесь же мы можем видеть вот такую вот картину. Выше моего роста. Воскресение Санкт-Петербург Воскресение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот участок, который словно разделяет коллектор на два рукава, сделан в качестве усиления под железнодорожным полотном. Наверху нами проходят железнодорожные пути. На самом деле, всего через несколько десятков метров этот коллектор снова будет идти одной веткой, шириной порядка пяти метров. Как вы думаете, дорогие зрители, куда могут везти вылазные люки? Иногда прямо на промзону рядом с глуткой чопа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так и маемся дурью. В общем, мы внизу прошли порядка трех часов, может быть, даже больше. По километражу я сейчас не скажу, сколько. Мы изрядно подзатрахались, и у ближайшего волозного люка решили выбрасываться и продолжить наше путешествие с этого места в следующий раз. И так, это наш третий спуск в этот коллектор. На сей раз мы планируем пройти от люка, который мы нашли в волозного в предыдущий раз, до самых верхових. И попытаться понять для себя, как же функционирует этот коллектор, что влияет на уровень воды здесь, влияет ли осадки, есть ли здесь сбросы дождевой канализации, понять вообще, то, к чему подключен этот коллектор и каким образом производятся сбросы со станции. Потому что, как я уже показывал в предыдущий раз, что уровень воды здесь поднимается иногда практически под потолок, и вода с характерным канализационным мусором. И это же осложняет нашу ситуацию, потому что, предположим, путешествуя по, изучая коллектор обычной подземной реки, можно прогнозировать увеличение уровня, когда он зависит от начавшегося дождя. Это видно по определенным косвенным признакам, когда ты находишься внизу в коллекторе. И, естественно, можно перед тем, как спускаться, посмотреть прогноз погоды. Здесь же мы не имеем никаких данных, влияет ли осадки на уровень в этом коллекторе. Мы не имеем никакой информации о периодичности сбросов, которые происходят со станцией аэрации. И, как бы, это и является основным риском этого путешествия. Итак, мы отправляемся вверх по течению, в неизвестность, для того, чтобы попытаться для себя получить ответы на эти вопросы. Большая часть этого коллектора достаточно однобрата. Хотя здесь не скучно находиться. Здесь своя атмосфера, практически полная тишина, если ты не поднимаешь волну, не шумишь. В этом коллекторе стоит практически полная тишина. А здесь мы должны идти до места, которое немного разнообразит пейзажей. Сюда зачем-то спустили двутамбулую балку, конечно, я не предполагаю, что она принесена потоком, а, скорее всего, спустили ее из этого колонца зачем-то. И вот по этой балке, опять же, можно хорошо видеть уровень потока. И в среднем уровне как раз находится у меня где-то чуть ниже пояса. Но, несмотря на это, если обратить внимание на лестницу, мусор здесь налипает выше моего роста, и вся балка тоже усеяна мусором. А дальше еще одна интересная особенность. На протяжении практически всего коллектора встречаются достаточно часто вот такие вот гофлированные рукава. Здесь он находится рядом с камерой, хотя, конечно, потоком его могло притащить откуда угодно. Но, скорее всего, можно предположить, что они использовались для проведения каких-то работ. Это первый вариант, а, может быть, что-то откачивали, тяжело сказать. И второй вариант, наоборот, их использовали для временных каких-то сбросов сюда, в этом коллекторе. Вот это совсем неожиданная находка в этом коллекторе. Старый чугунок. Еще даже, по-моему, с каким-то клеймом. Хотя нет, насчет клейма я ошибаюсь, но вот чугунок здесь я никак не ожидал встретить. И чтобы он был полный золота, будет вообще шикарно. А вообще мусор совсем не характерный для этого коллектора. Иногда можно видеть колотые люки. И мы находимся в очередной камере. Собственно, большинство люков здесь не имеют такой же вид. То есть деревянная опалубка, и сверху все это залито бетоном с целью, чтобы никто сюда не мог спуститься. На самом деле, хозяева этого коллектора очень хорошо озаботились о том, чтобы максимально прекратить сюда доску. И очень живописная плесень. На самом деле, она почти переливается в лучах фонаря. К сожалению, на камеру это не видно практически. А где-то вверху шумит или перепад, или подключка. Собственно, нам осталось уже немного для того, чтобы достигнуть источника этого звука. Источником шума, который мы слышали ниже по течению, была как раз вот эта вот плотина, образованная нанесенным сюда мусором. А мы пока пробуем, насколько возможно, открыть люки по ходу. Что интересно, комарья здесь летает в этом коллекторе немедленно, но летает оно в основном как раз под люками. Правда, изначально, мне кажется, что эта затея именно с этим люком обречена на провал, поскольку он там намертво приржавел. Мне кажется, это сейчас дохлая затея слезает. Да, итак, следующая попытка открыть люк. Главное, чтобы кирпич по голове не прилетел. Я в стороне. Судя по тому, что с него сыпется, такое впечатление, что он просто землей присыпал. Да, он землей присыпал, а про штыри торчат. Но надо поднять больше, чем эти штыри. Земля и какой-то бетонный стейл. У меня сейчас бетону все-таки тоже налили. По ходу движения по коллектору мы пытались открывать все люки, попадавшиеся на нашем пути, чтобы в случае внезапного сброса с очистных обеспечить себе кратчайший путь отступления. Есть. Ну, опять в каком-то лесу. Может быть, это и неплохо. Ну ладно, влазь, оглядимся. Ну вот мы и дошли до самого истока этого коллектора. И сейчас мы находимся где-то в районе станции аэрации под их территорией. Это та самая. Вот здесь находится шиберный затвор. люк для обслуживания. Да, мы сейчас находимся на территории станции. Мы сейчас находимся там, где выходит очищенная вода уже после всего технологического цикла очистки и отводящей кодовки. Мы оказались в одной из камер, куда поступает вода из блока удаления биогенных элементов. По ту сторону затворов уже улица и корпуса очистных сооружений. Но выйти туда не получится, поскольку сразу за затвором находится глубокая емкость, вода из которой и поступает в эту камеру. там глубоко очень. Вот мы идем по самому началу отводящего коллектора. То есть после того, как сточные воды проходят всю технологическую цепочку очистки, они попадают в тот самый резервуар, отстойник, после которого из вот этих два шиллера очищенная вода попадает уже в самое начало отводящего коллектора, собственно, пусть по которому мы прошли полностью портной зоной до самой станции аэрации. Там уже не видно, там наверху стоит такая же сетка и сажигательная станция. А вот та самая камера, от которой начинается этот коллектор, по которому мы проделали более 10 километров. А там шиберный затвор, скорее всего, это аварийный сброс канализации, то есть не ощущено в точных вот в случае, если происходит какие-то аварии на станции. Тот самый затвор, который, скорее всего, и открывается для обеспечения аварийного сброса неочищенных сточных вод в случае каких-то нештатных ситуаций на станции аэрации. Сама камера, конечно, впечатляет своими масштабами. Высота ее превышает метров 12, наверное. Итак, мы нашли фактически до самого начала этого коллектора до истока пройдет. Очищенный канализационный ракин. За мою зубой вот тот рукав, который уходит туда, и сейчас, к сожалению, мы туда не можем пройти, там находятся те самые два действующих рукава. И вот эта вот заслонка, она предназначена для обеспечения уровня, при достижении которого, скажем так, если в тех двух рукавах уровень поднимается выше той заслонки, то, соответственно, уже оттуда стойки, очищенные стойки переливаются в этот коллектор, который сейчас почти сухой, по которому вы проделали более 10 километров. Отсюда выход коллектора с первой очереди станцией аэрации, я, конечно, на 100% не уверен, но технологически скорее всего происходит именно так. В результате была построена в первую очередь водовык со станцией аэрации в ближайшую реку, и уже впоследствии те два рабочих рукава спустя несколько десятилетий при увеличении мощностей станции строились, и они идут параллельно, и ближайшая единственная ближайшая единственная сбойка как раз там, где я вам ее показывал. В уборке добрались до истоков этого коллектора до самых верхних которые находятся на территории станции Алькарси. И практически на все свои вопросы я хочу ответ если вы стойки не участвуют в формировании объема воды которая течет военном коллекте спустя сбрасывается исключительно очищенная вода со стороны цели после выхождения всего технологического цепи очистки и в случае каких-то аварийных ситуаций может спрос непосредственно вступающих организационно всех объемов в этом коллекте аварийных аварийных аварийных